Входная группа с колоннами со стороны проспекта Комсомольского, знаменитые, ставшие с годами символом парка мостовые переходы через Чашу пруда. Для многих поколений барнаульцев эти объекты не просто знакомые, они родные. А для заслуженного учителя, директора 40-й гимназии Александра Овсеевского, это часть личной истории. Мосты проектировал его отец, будучи работником Меланджио. Когда пошли слухи, что им угрожает опасность, Овсеевский сильно встревожился. Когда я услышал о том, что их хотят демонтировать и сдать на металлолом, меня возмутила сама постановка вопроса. Овсеевский написал письмо управляющему парка Владиславу Вакаеву с требованием разобраться. Последний рассказывает, слухи начались с начала работ по демонтажу старых аттракционов. Их убрал предыдущий арендатор, предприниматель Павел Тулин. Он сделал это в ответ на претензию Вакаева, руководителя фонда имущества края, сегодняшнего управляющего парка. Старые механизмы, по мнению Владислава, были потенциально опасны и мешали реконструкции парка. И вот пошли разговоры и про мосты, так как последние находятся в частной собственности. Один из арендаторов утверждает, что они принадлежат ему, потому что он купил их у кого-то. Хотя эти мосты не приватизировались, они не передавались кому-либо в собственность, поэтому они являются неотъемлемой частью парка. И отсюда возникает такая коллизия. И есть угроза, что эти мосты, человек, который считает их своей собственностью, с чем мы, конечно же, не согласны, может попытаться демонтировать. Один из арендаторов – это сам Павел Тулин, а также лица, связанные с ним. В юридической плоскости вопросы, что кому принадлежит, порой довольно запутаны. Мы прямо спросили Тулина, снесет он мосты или нет. Бизнесмен заверил, что делать этого не собирается. Это история парка, что в данном случае вопрос стоит, скорее всего, даже о каких-то традициях. Поэтому мы один раз уже нарушили традиции, построив на кладбище парк. Ну зачем продолжать эту историю? Бизнесмен не скрывает – ряд объектов парка и правда принадлежит частным лицам. Это те самые мосты, входная группа с забором и гараж-мастерская. Как такое стало возможным? Несколько лет назад часть паркового имущества сначала перешла в руки акционеров, а затем была продана лицам, связанным с самим Тулиным. Он уверяет, все было по закону. Документы, если дойдет до суда, готов предоставить. Но надеется, что суда не будет, так как это, по его мнению, может завести развитие парка в тупик. В этом коллизии это и заключается правовая, понимаете? Мы, безусловно, далеки от мысли, что это все нужно уничтожать и сносить. Но нас подводят к этому вопросу. Ну, вынесет решение судебная инстанция, что это действительно принадлежит неким компаниям, которые сегодня не имеют права на земельный участок. И что делать? Патовая ситуация. В любом случае, это переговоры. И мы предложили господину Вакаеву переговоры. Но мирных переговоров пока не получается. Похоже, ситуация переходит в судебную плоскость. Так, уже на следующей неделе пройдет очередное заседание по сносу другого объекта – бассейна, построенного уже самим Тулиным. Бизнесмен хочет сохранить его хотя бы на пару лет и окупить его постройку. Вакаев настаивает – надо убрать. Остается надеяться, что судебная тяжба не затянет процесс восстановления парка. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Алексей Фризин, Илья Халяпин. День с толком.